Здравствуйте, дорогие подписчики канала «Болгарский дневник». Сегодня я хотела бы продолжить тему мошенничества в сфере недвижимости, покупки и продажи. Не обращайте, пожалуйста, внимания на то, что фоном к нашему обсуждению о мошенничестве будет идти прогулка по комплексу «Форт Нокс» на солнечном берегу. «Форт Нокс» никакого отношения к мошенничеству не имеет. Просто мне бы хотелось, чтобы мы как будто бы с вами вместе гуляли и обсуждали тему дня. В прошлом видео мы обсудили две популярные схемы мошенничества на территории Болгарии, связанные с недвижимостью. Ссылку на это видео я оставлю под этим роликом. Сегодня мы продолжим с вами рассматривать наиболее популярные, если можно так сказать, схемы мошенничества. Итак, схема 3. Схема, связанная с приобретением недвижимости на территории Болгарии через интернет. Упаси вас бог покупать квартиру или дом в Болгарии через соцсети или онлайн. Выбрать вы изначально должны и обязаны через интернет, но осматривать варианты и присутствовать на сделке у нотариуса я рекомендую всегда только лично. Я знаю человека, который через интернет по фотографиям выбрал себе квартиру с двумя спальнями на солнечном берегу, отправил в агентство 2000 евро в виде задатка. Когда приехал на сделку, недосчитался ровно одной комнаты. Квартира была односпальной. Поэтому все всегда только лично в Болгарии. Задаток в агентстве недвижимости только под договор, который должен быть составлен либо на русском, либо на одном бланке на русском и болгарском языках. Внимательно проверяйте точный адрес указанной квартиры и ее номер. В договоре должна быть указана общая сумма покупки, прописан задаток или аванс, что он входит в сумму оплаты. Должен быть указан срок заключения основной сделки. Не допускайте непонятных вам пунктов или мелких текстов под звездочками. Требуйте объяснения или требуйте удаления непонятных пунктов. Разговоры типа «Это стандартный договор нашего агентства, и мы ничего не меняем» вас не должен трогать. Стойте на своем. Час нервов может вам потом сохранить огромные суммы. Нормальные агентства, у которых нет цели вас обмануть, не будут цепляться за пункты договора и спокойно пойдут вам навстречу. Если же вас пытаются продавить, а не договориться, то это уже странно. Вы платите, поэтому вы всегда музыку заказываете. Либо требуете досконального объяснения каждого пункта. Не соглашайтесь на слепые непонятные фразы. Вывод из этой схемы мы с вами делаем такой. Покупаем недвижимость. Выбираем через интернет, да хоть по телефону, хоть по WhatsApp, хоть через YouTube. Это дело десятое. Но осматриваем и заключаем договор задатка только лично. Либо это должно быть кристально честное агентство, через которое покупало ваши друзья, ваши родственники, все ваши близкие люди. Честно говоря, даже с проверенным агентством, тут есть такой момент, но может быть вам просто не понравится сторона света. Вам не понравится, что солнце слишком ярко светит. Либо оно вообще не светит. Но вы все-таки должны ощутить энергетику пространства, недвижимости, которое вы покупаете. Это крайне важно. Может быть будет такая какая-то обстановка, шум от бассейна, либо рядом где-то кафе. Либо, я не знаю, неподалеку расположены лавочки, где каждый вечер будут собираться подростки и мешать вам спать. Это все очень важно. Вы обязательно должны присутствовать лично. Схема номер 4. Она будет касаться тех, кто заинтересован в покупке дома или земельного участка на территории Болгарии. Итак, я уже рассказывала в предыдущих видео о недвижимости, что при покупке дома в Болгарии гражданин России или Украины, или Молдавии, или любой гражданин не Евросоюза, приобретая собственность, частично ограничен в правах оформления, и земельный участок в Болгарии не может быть оформлен в собственность не гражданину Евросоюза. Иностранцам в Болгарии, согласно законодательству, запрещено напрямую покупать землю. Однако, выход по законодательству есть. Чтобы купить земельный участок, не жителю Евросоюза необходимо открыть фирму ООО на территории Болгарии, на которую оформляется земельный участок. Многие оформляли и землю, и дом на такое юридическое лицо. Мошенники, зная, что такие фиктивные фирмы ООО не ведут никакой экономической деятельности, сдают нулевые отчеты раз в год и не отслеживают свою документацию годами, пользовались информацией налоговой службы, назначали своих подставных директоров для этих фирм с правом отчуждения имущества. После этого недвижимость продавалась новым, ничего не подозревающим покупателям. То есть, мошенники где-то получали информацию о том, что есть иностранцы, не жители ЕС, которые оформили ООО исключительно для покупки недвижимости, и на баланс этой ООО поставили, приобрели земельный участок. И таким образом никакая деятельность проверки, никакой аудит деятельности этой фирмы, конечно, производиться не будет. Она существует только для покупки земельного участка. И таким образом они формировали подставные, так сказать, липовые приказы о том, что на это ООО назначается новый директор или новые соучредители, которые обладают правами продавать, отчуждать такие земельные участки. Казалось бы, никто не застрахован от действия этих хитроумных мошенников, и, казалось бы, все пропало. Но нет, выход есть, и он достаточно простой. При покупке дома в собственность фирмы оформлять на ООО нужно только землю, а все остальное, любые надворные постройки, дом, на конкретное физическое лицо. Это законом не возбраняется. То есть участок мы ставим на баланс ООО, а уже дом мы приобретаем на, даже если этот человек не житель Евросоюза, допустим, это россиянин Иванов Иван Иванович. Соответственно, мы дом, дом Иванов Иван Иванович, он покупает на себя. Нотариальный акт выписан на него, а земельный участок на ООО. Соответственно, никому не будет нужна земля под чужим зданием, и вы будете однозначно подстрахованы. Рискуют только те люди, которые на баланс этого ООО по неосведомленности, по какой-то глупости, они на баланс ставят сразу и участок, и дом, и все надворные постройки тоже регистрируют для какого-то своего удобства. Но это делать категорически не стоит. На ООО мы оформляем только землю. Итак, вот это основные четыре схемы, о которых я неоднократно наслышана от знакомых, либо от знакомых знакомых. Также я бываю на форумах недвижимости в Болгарии, интересуюсь активно всеми темами, связанные с этой сферой. И если вы каким-то образом, если не пострадали, но слышали что-либо о каких-то новых схемах, то не поленитесь, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мы обязательно с вами обсудим все нюансы. Я обязательно сниму ролик, чтобы предупредить людей, чтобы они не попали в подобную ситуацию. Также я хотела напомнить вам, что через неделю я возвращаюсь домой в Санкт-Петербург из Болгарии. Однако ряд подписчиков попросили меня периодически обсуждать те или иные комплексы, а конкретно не их описательные моменты, вы их и сами можете найти в интернете, а именно отрицательные негативные отзывы собственников, есть ли какие-то проблемы у того или иного комплекса, так как агентства недвижимости, естественно, такую информацию не предоставляют, они заинтересованы в продажах. Поэтому если тема будет для вас интересной, то я раз, один или два раза в неделю с удовольствием буду выкладывать информацию, которую найду о каких-либо комплексах, о негативных отзывах от владельцев, о том, что происходит на самом деле на территории тех или иных апарт-отелей или комплексов, которые продают свои квартиры. Это, конечно, не важно для тех, кто приезжает только отдыхать в Болгарию, однако может быть крайне полезным для тех, кто планирует приобрести недвижимость на территории Болгарии, а именно Солнечного берега. Вы, например, в комментариях можете указывать названия комплексов, которые вам интересны, в которых вы рассматриваете покупку квартиры, и я постараюсь найти для вас какой-то негатив, если он есть на самом деле, и предоставлять для вас ссылки на этот негатив. То есть это не пустые измышления, а с конкретными материалами, где я обнаружила эти плохие отзывы. Мне эта тема самой очень интересна, поскольку мы еще не определились с супругом, где хотели бы провести старость. Нам больше всего нравится Форт Нокс, но я все-таки вдруг найду что-то максимально прекрасное, еще лучше, чем Форт Нокс. Ведь нет предела совершенству. У Форт Нокса, безусловно, тоже есть свои некоторые минусы, о которых я также как-нибудь запишу видео, если оно будет интересным для вас. Конечно, для меня плюсы этого комплекса перевешивают, я в него влюблена, но минусы, безусловно, также присутствуют. На этом все. До виждания!